В ночь на 17 сентября в аэропортах Москвы вновь были ограничены полёты из-за угрозы атаки дронами. Сообщается о сбитии трёх беспилотников над Истрой, Домодедово и Раменским. О жертвах и разрушениях информации нет. Работа аэропортов восстановлена в штатном режиме. Российские телеграм-каналы пишут, что беспилотник попал в один из резервуаров с топливом на нефтебазе в Орле. Также Минобороны России отчиталось об уничтожении за ночь шести БПЛА над побережьем аннексированного Крыма. Кроме того, атаки беспилотниками зафиксировали в Тульской, Курской и Калужской областях. Есть пострадавшие. В свою очередь ночью российская армия нанесла удары по Харькову и Одессе. Из 16 воздушных целей ПВО Украины удалось поразить 12. Удары наносились как с самолётов стратегической авиации, так и беспилотниками «Шахет». Одна из ракет попала по территории аграрного предприятия в Одесской области. Достижение мира в Украине является одним из приоритетов Генассамблеи ООН, заявил генсек организации. При этом он отметил, что до начала мирных переговоров ещё далеко. Честно говоря, я не думаю, что на этой Генеральной Ассамблее создано условие для серьёзного диалога о мире. Я думаю, что в настоящий момент стороны далеки от такой возможности. Но мы никогда не прекратим наши усилия, чтобы в Украине наступил мир. Справедливый мир в соответствии с уставом ООН и в соответствии с международным правом. Силы обороны Украины продолжают держать оборону в восточных и южных регионах страны, а также ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. По данным Американского института изучения войны, контрнаступление Украины на западе Запорожской области вероятно заставило российское командование передислоцировать в регион части элитного формирования, которые ранее располагались к югу от Бахмута. Аналитики считают, что ВСУ могли проделать значительную тактическую брешь в российской обороне в районе Работино и продолжают расширять её. По данным британской разведки, российские войска уже начали готовиться к украинскому наступлению на горок Токмак Запорожской области, который расположен в 16 километрах от нынешней линии фронта. Между тем, в украинский порт Черноморск в Одесской области прибыли два первых сухогруза, которые воспользовались временным коридором в Черном море, сообщают украинские СМИ. Сюда планируют вывезти 20 тысяч тонн зерна для рынков Азии и Африки. Это первые корабли, которые зашли в этот порт после выхода России из зерновой сделки. О создании временных коридоров в Черном море для вывоза продовольствия Украина объявила 10 августа. Киев тогда также заявил, что на маршруте сохраняется угроза атак со стороны российской армии.